Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу рассказать, какую заготовку я делаю по весне. Почему весной? Потому что у меня в этом году осталась свежая капуста, а у нас уже закончилась зима, и, естественно, очень много осталось свежей капусты, которую нужно использовать, потому что хранить ее уже нельзя. Она начнет портиться, и, соответственно, чтобы она, как говорится, не пропала, я буду использовать для заготовки. Заготовка очень вкусная. Это солянка. Солянка грибная, и чем самое интересное, сделать такую заготовку очень удобно. Почему весной? Потому что можно в нее использовать все, что осталось после зимнего хранения. Капуста, грибы остались, огурцы еще остались, некуда девать, да, много еще огурцов. Морковь есть, лук есть, и можно приготовить хорошую заготовку. Эта заготовка очень хорошо поможет летом, как дополнительное питание. Можно ее разогреть, и будет очень вкусный, как говорится, обед. Можно холодненько ее, кстати, кушать. Можно сделать щи на данной заготовочке. Это солянка. Солянка грибная. Она делается по-разному, у всех разные рецепты. Я расскажу свой рецепт, который очень простой. И в него входит капуста, грибы, огурцы, морковь и лук. Для приготовления солянки я сначала замочила грибы. Грибы у меня опята, они сейчас замочены примерно. Часа уже два где-то замочены. Это очень хорошо. Они уже разбухли. Их можно уже откинуть на друшлаг. Первая наша задача, это, естественно, нашинковать капусту. Так как у нас большое количество капусты, я ее сейчас нашинкую, сложу в большую кастрюлю и поставлю тушиться. Кстати, солянку можно готовить даже из квашеной капусты. Она получается, конечно, немножко другого вкуса, нежели из свежей капусты. Чем удобна солянка, то что вы использовать можете все заготовки, которые у вас остались, и вы их не съели за зиму. И чтобы они, как говорится, не пропали, их можно использовать в качестве повторной заготовки. Капусту нашинковали, сложили в кастрюльку. Все, теперь отправляем тушиться. Добавляю сюда воды, ну, примерно с пол-литра добавлю на вот эту кастрюлю 5-литровую и ставлю на медленный огонь тушиться. Где-то градусов на 100 такой, чтобы не кипела сильно, потихонечку тушилась. И нам нужно лишь капусту, чтобы она уменьшилась в 2 раза. Ну, как бы размягчилась. Пока капуста будет тушиться, мы приготовим поджарочку, которую будем добавлять в солянку. Первую в поджарочку мы обжарим лучок. Будем постепенно. Сначала обжарим лучок, потом морковочку добавим. Разогреваем сковороду. Можно растительное масло, можно добавить жир. Кстати, когда добавляешь жир в солянку, свиной, говяжий, бараней, без разницы, любой жир. Солянка даже как бы консервируется, потому что жиром закрывается верхняя часть заготовки и как бы она ее предохраняет от порчи и так далее. Поэтому жирок лучше, конечно, добавить. Желательно бы добавить. Готовим к поджарке морковку. Нужно ее натереть. Ну, конечно, всем, какой нравится. Кто-то может натереть, кто-то нарезать кубиками. Это уже по желанию. Перекладываем в поджарочку. И морковочку тоже зажариваем. В поджарочке готовим огурчики. Потому что мы их тоже будем обжарить вместе с луком и с морковкой. В поджарочку отправляем огурцы. И также обжариваю. Забыла еще об одном ингредиенте, который нужно добавить в солянку. Это томатная паста. Можно добавить вместо томатной пасты лечо. Можно добавить даже маринованные помидоры. Не важно. Главное, чтобы это были томаты. Все, что с томатами у вас есть, любая заготовка пойдет в нашу новую заготовку. Это мы сейчас добавим после того, как обжарим полностью нашу поджарочку вместе с огурцами. Добавляем в поджарочку томатный. У меня лечо. Можно томат любой. И перемешиваем. И даем потушиться минут 5. У нас уже капуста хорошо усела. Поджарочка у нас почти готова. Мы ее перекладываем в капусту полностью. И продолжаем тушить капусточку. Теперь нужно посолить. На 5-литровую кастрюлю с капустой я кладу столовую ложку соли. Так как у нас уже тут и огурчики. Чуть больше столовой ложки соли. В процессе, уже когда у нас капуста будет почти готова, мы обязательно за 5 минут до окончания тушения обязательно попробуем на соль. Если будет ее недостаточно, мы ее обязательно добавим. Пряности я сейчас не кладу. Буду их ложить за 5 минут до готовности. А наша задача теперь дополнительно обжарить грибы. Я их слегка обжариваю. Так они вкуснее получаются. На растительном масле слегка обжариваем. Грибочки пожарили. Теперь их нужно отправить в нашу же соляночку. Когда грибочки обжариваешь, у них появляется приятный грибной запах и вкус. А теперь нам нужно все это размешать и пусть продолжает тушиться. Еще минут где-то 5, не больше. Потому что саму солянку не надо очень долго тушить, если вы ее делаете для заготовки. Потому что она у нас еще стерилизоваться будет. И в процессе стерилизации она доготовится. Поэтому еще минут 5 мы ее тушим. Солянка готова. Отключаем огонь. Добавляем лаврушечку. Добавляем перчик горошком обязательно. Это и вкусно будет, и дополнительный аромат. И немного я добавлю универсальных пряностей. Здесь в комплекте идет чесночок, базилик, кориандр. И дополнительно еще несколько трав. Все перемешиваем. Еще 5 минут у нас затушивается наша солянка. И мы ее раскладываем в полбаночка. Заготовочку нашу раскладываем в полбаночка. Она горяченькая, прям горячую раскладываю. Нам ее еще стерилизовать. Мы где-то еще с полчаса будем стерилизовать солянку. Кто-то спросит, уксус добавлять или еще что-то. Я никогда не добавляю ни уксус. Ничего дополнительного не кладу. Можно по желанию, конечно, добавить уксус. Можно чуть-чуть. Но я не добавляю. Очень вкусно пахнет. Пахнет грибами. Пахнет так приятно с этими маринованными огурчиками. Очень приятный запах. Я баночки сейчас еще не наполняю по полной, потому что после внизу остается еще сок. Я его разолью дополнительно по баночкам. Сначала наложу капусту, чтобы не очень плотно. А после уже добавлю еще рассол. Потому что, чтобы равномерно получилось. Банки на стерилизацию я ставлю уже хорошо закупоренными крышками. То есть крышечки нужно хорошенько закрыть. Я всегда делаю стерилизацию закрытыми крышками. Любую стерилизацию. Ставим сразу же в кастрюльку. Наливаем воды. Воды я наливаю примерно по плечике. Вот по такое состояние. И ставим на плиту. Доводим до кипения. Как только вода закипит, снижаем температуру. И держим примерно минут 20 на плите. После этого отключаю огонь. И оставляю остывать баночкам прямо в кастрюле. Благодаря этому крышки хорошо вакуумируются. И плотненько укупориваются. И получается очень хорошая стерилизация для любой консервы. В том числе для нашей соленки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok